Здарова, комрады, с вами Аргумент 600, и сколько бы советов я не давал, и сколько бы обзоров не писал, люди все равно выбирают смартфоны скорее сердцем, чем умом. Причем их нетрудно понять. Хоть ныне эти гаджеты совсем недешевы, люди хотят отдавать свои кровные за девайс не только с высокими потребительскими качествами, но и исходя из критерия «что бы нравился». Очень схожая ситуация творится и на автомобильном рынке. Многие покупают именитые марки автомобилей только из-за их имиджа, что лишь подтверждается наличием огромных, тесных клубов-любителей той или иной марки, которые уверены, что их повозка лучшая из всех. Ну что ж, а теперь давайте попробуем провести параллели. Двигаться будем снизу наверх. Пятнадцатая аналогия. Asus Kia. В мире смартфонов компания Asus таки успела отвоевать свою нишу, как раз между именитыми брендами и нонеймами. При этом многолетний опыт и компетентность специалистов этой фирмы играют положительную роль для имиджа этих товарищей. Очень схожее положение в автопроме занимает Kia. Alcatel Renault. Не, ну а кто-то сомневался, смартфон Alcatel до сих пор популярен в регионах СНГ и Азии под маркой TCL. Точно так же, как и малолетражки Renault, собирающиеся в том числе и по лицензии. Тринадцатое место. Nokia Volvo. Эти североевропейские бренды отлично подходят друг другу. Особенно хочется отметить крайне схожий подход к реализации так называемого скандинавского дизайна, как в смартфонах, яркий тому пример Nokia N8, так и автомобилях. Можно было бы сравнить Nokia с Saab, но после истории с покупкой Microsoft, история концерна Saab кажется слишком благородной для Nokia. В мире автомобилей есть такие марки, которые все любят, но никто не покупает. Отличным примером может служить Alfa Romeo. Эти автомобили являются аналогом сексапильных, но крайне капризных и дорогих барышень, про которых постоянно думаешь, но женишься на той, которая сможет приготовить сносный борщ. В мире смартфонов мы тоже имеем схожий пример. Это HTC, которые до сих пор выпускают душевные и красивые флагманы, но при прямом сравнении с конкурентами зачастую проигрывают им, а если дело доходит до ремонта серии HTC, например, One, то держите карман шире. Прямо как в случае с Alfa Romeo. Одиннадцатая аналогия. BlackBerry Cadillac. Оба бренда занимают особую строчку в дизайне, а также являлись стандартом де-факто для американского бизнеса. И пусть сейчас обе эти компании находятся не в лучшей своей форме, своих покойников они не растеряли. Серия Google, Nexus и Pixel Subaru. Мало кто понимает субаристов. Нескушенному автолюбителю неведомо, что такое полноценный механический полный привод вкупе с глубоким рыком оппозитного турбомотора. Совершенно схожая позиция и в мире смартфонов, на стороне владельцев линеек Google Pixel и Nexus. Эти смартфоны хороши именно своими нюансами, ощущениями от скорости работы до мелочей вылизанной прошивки. OnePlus, Lotus. А вот с OnePlus было сложно. Компания занимается только производительными смартфонами, которые хороши своей ценой, которые зачастую даже ниже таковой у лидеров рынка. В автомобиле в мире такое практически не случается, спорткары всегда дороги. Поэтому единственная более-менее известная контора, занимающаяся спорткарами и не задирающие цены, это Lotus. Конечно, можно было поискать более точные совпадения по отдельной модели автомобиля в других марках, но у нас сейчас не тот формат. Да и впрочем, помните, как Lotus Esprit V8 наказывал Ferrari того времени? Во-во. Oppo Volkswagen. Самому массовому производителю автомобилей вполне соответствует самый массовый производитель Android-смартфонов, который уже несколько лет подряд удерживает свои позиции. Пусть этот бренд и не слишком знаком потребителю в Европе, Надо отметить, тот же Volkswagen также не слишком силен, например, на североамериканском рынке. Huawei Mitsubishi. Как и Mitsubishi, смартфоны Huawei предлагают неплохую альтернативу своим более массовым конкурентам. Тем не менее, как и Mitsubishi, Huawei сохраняет свой широкий и верный контингент, предлагая интересные технические и интеллектуальные изыски даже в среднем сегменте. Шестая аналогия. Meizu Honda. Honda, в отличие от своих японских конкурентов, всегда отличалась немного своеобразным дизайном и необычными техническими решениями. Иногда они оказывались успешными, иногда нет. То же самое можно сказать и про Meizu со своим особым подходом к проектированию устройств и своеобразной оболочкой флайн, которую можно любить или ненавидеть. Позиции Meizu заметно слабее позиций Honda в автомобильном мире, но эти компании роднят именно подход к своим разработкам. Xiaomi, Toyota. Ну это было просто. На севере говорят, есть Toyota, а есть другие автомобили. В свою очередь на форумах прошивка писателей и рутополучателей бытует мнение, что есть Xiaomi, а есть другие смартфоны. Оно и понятно, до того, как начались проблемы с серыми поставками, именно смартфоны Xiaomi являлись оптимальными по соотношению цена-качество, что в полной мере характерно и для автомобилей Toyota. А теперь от японцев переходим к премиум-брендам. Sony, Lexus. В отличие от представителей немецкого премиума, автомобили Lexus теряют в цене заметно меньше, так как в некотором роде совмещают в себе качество Toyota и престиж люкс-брендов. Абсолютно такая же ситуация и со смартфонами Sony, которые также дороги и на удивление очень неохотно теряют в цене. Надежность и приверженность традициям автомобилей Lexus отлично сочетаются с консервативным дизайном смартфонов Sony и качеством их комплектующих. Третья аналогия. Audi LG. В старые добрые времена, когда смартфоны были с кнопками, а двухлитровый двигатель мог быть шестицилиндровым, шла жесткая заруба между Mercedes и BMW. Именно вопрос «А что круче, Мерс или BMW?» звучал на устах школьников в началах 90-х. И именно в тени этой битвы спокойно существовала и развивалась Audi. Обладая своими неоспоримыми преимуществами, место на рынке этой компании чем-то напоминает LG, которая, оставаясь в списке крупнейших производителей А-класса, находится в тени битвы двух других гигантов рынка. А посему у нас нет других вариантов для следующих двух позиций. Вторая аналогия. Apple-Мерседес. Для Мерседеса BMW как раз осталось два крупных производителя, Apple и Samsung. На мой взгляд, для Мерседеса больше подходит именно Apple, так как именно iPhone стал именем нарицательным, как и Мерседес в мире автомобилей. Более того, именно эти смартфоны покупают из-за престижа, что как бы намекает на стопроцентное соответствие. Samsung-BMW. Ну а тут просто не осталось выбора. Конечно, если кто может сражаться с Мерседесом, так это BMW. Если кто может вступить в схватку с Apple, так это Samsung. Да и в принципе, это справедливые аналоги, как мне кажется. Философии у этих компаний очень разные, хотя уровень продукции примерно одинаков. А что вы думаете насчет этого списка? Поделитесь своими аналогиями в комментах и положите на то, в чем я не прав. А если ты, камерат, не подписан, то скорее всего твой смартфон чем ты похож на запорожек, и тебе просто обидно. Что ж, а у меня на сегодня все. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин